Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Мы продолжаем свой марафон моментов жизни. На этот раз у нас с вами июнь месяц. Июнь месяц был потрясающе на поездке, на времяпрепровождение. Но обо всем по порядку, поэтому сейчас садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Что? Все равно в нем лето. Мы же в 3-й квартире съемны, и в 3-й квартире у нас сломается холодильник. И в этот раз окончательно он у нас стух. Завтра перезут новый холодильник, и нам нужно вот этот, который завтра увезут, почистить. Как вы видите, пахнет там не травами и не ароматами ванили. Делаю вдох, так пахнет Диор. Мы надели двойные мяски. Мясо там стухло. Представляете, что произошло? И в принципе, это самое вонючее, мне кажется. Ну, там у нас картошка проросла своей жизнью, уже живет протисепсом. Ну, все понятно. Это мелочи жизни. Это привычное ее... Не открывай, погоди. Саша должен прийти. Мы должны быть вместе в этот трудный момент. Как ты думаешь, почему у нас сломаются постоянно холодильники? Ну, явно не в нас проблема. Третий холодильник, третья квартира. Это самый новый холодильник, который у нас был. Все советские выжили. Навьем, и все, навьем. И в итоге это навьем сломалось. Как ты думаешь, на новый холодильник мы повесим вот эти все вещи памятные для нас? Ой, Биби, привет! Биби! У нас открытка даже от Макдональдса есть. И вторая тоже есть. И от самоката. И от самоката есть. И от Сбермага. И есть все у нас. Деньги, тачки, все есть на нашем сервере. Круто, кроме холодильника. Мы... Где моя штучка, которую Саша покупал? Но в итоге не пользуется в пользу всем. Мы это сейчас нам шикали. Очень приятные ароматы. А какой план? Какой план? План какой? Плакан, плакан, плакан девятствий. Какой? Надо тряпки найти сначала. Отлично. Саша, ты готов? Саша, мне очень рад. Саша. Я прям всегда мечтал приехать в Москву и начать пухлое мясо разбирать. Я знала, что это твой шанс. Твой дрим. Бима, уйди. Надо подушку безопасности создать. Умчить, ну умчить. Подожди, подожди минутку. Может, сразу в Москву надо было пшикнуть? Да, да, да. Что же такое? Давай. Открываем? Открываем. Давай, открывай. Быстро, быстро, быстро! Быстро, быстро! План перехват! План перехват! Как вы считаете, что лучше, этот холодильник стухший или червь в Сашином цветке? Червь! А-а-а! Крючите! Да! Ира, ощущение как? Обалденно. Я прошу как раз тебе руку, я что-то не подумала сразу. Но нет времени, нет. Нет времени ждать! Саша! У меня огурцы, это Мелисса! Сашуля, время не дремлет. Я тухну тут в этом запахе. Мелисса зашла. Саша, видишь, видишь. Быстро, кошка, иди пока туда. У нас весь ящик выкидывает сразу. Как мы не подумали? Мы думали, у нас была надежда, у нас была надежда, что, может, фиксики починят нольят. В этот раз мы умнее. У меня нос так хорошо прошибло, прям, вау! Ты перестахай, я не хочешь! Он у меня вздох. Умер. Зато пахнет вниз. Да, умер. Ах, ты умна! Боксинка, Дарья. Не было печали, купила Баба Порося. Сегодня у нас с вами очередная распаковка каких-то штук, связанных с PlayStation или с Last of Us, а может быть, это все вместе. Сейчас вам покажу. Думаю, что в этот раз я просто себя переплюнула, что до этого я начала собирать коллекцию. Это просто пшить по сравнению, что сегодня у меня появилась. Моя коллекция Last of Us. Я купила, не удержалась, стала годкой лимитированную PlayStation 4. Может возникнуть вопрос, Даша, а зачем тебе точно такое же поколение PlayStation? Я, конечно, думаю, в будущем брать пятое поколение, но пока что на данный момент нет каких-то таких максимально крутых эксклюзивов, из-за которых я бы захотела купить. Как, например, это у меня произошло с Last of Us, то есть я захотела в него поиграть. Купила четвертую версию. Сейчас купила прошку на терабайт. До этого у меня была слим на 500 гигабайт. И моя любимая тема не чистить кеши всякие, делать скриншоты, в общем, сохранять и никогда не чистить память устройства. Я таким не занимаюсь, я такой не люблю. А на сегодня с вами распаковка этой крутой PlayStation. Я думала об этом. Думаю, ну зачем она мне нужна, если это точно такое же поколение, ну да, есть гравировочка и прочее, прочее. Но когда я узнала, что оказывается существуют виниловые наклейки на корпус PlayStation, я такая думаю, да, можно наклеить. С другой стороны, блин, это так чуханский, какая-то наклейка. Думаю, лучше же купить лимитку. Я теперь понимаю прекрасно людей, которые коллекционируют вещи и по сути покупают все то же самое. То есть все то же самое, но другими словами. То самое интересное здесь, помимо лимитированные гравировки, точно такой же DualShock 4, то есть вот этот геймпад, который я купила отдельно. Теперь у меня будет два лимитированных геймпада и сама блогичка. Вау! Ну она прям мощно, прям выглядит по сравнению с моей слимочкой в два раза как будто больше. Вы уже видите эту гравировку? Слушайте, в жизни она выглядит намного лучше, чем я представляла. И она даже какая-то серо-черная, то есть не черный сам по себе кейс. Тут написано, что это Last of Us Part 2, сама что-то гравировочка. А теперь у меня целая коллекция скрепышей. Раз! Наушники и аймпад. Я чувствую, знаете, максимально какую-то завершенность, потому что я сидела, думаю, надо мне, оно не надо, и по сути все то же самое. Потом я думаю, Даш, если ты хочешь, значит надо. Просто было пару моментов в моей жизни, когда я как бы пожалела средства, и так я думала, ой, да ладно, обойдусь без этого, то уже столько лет думаю об этом. Поэтому я решила, что жизнь одна, надо кайфовать. Живите здесь сейчас! Кайфуйте! Блин, ну посмотри еще раз, а? О, она, да? Она? Я думаю, на такой ноте прекрасно можно вам напомнить про свою коллекцию скрепышей в виде книги и укулелек и прочих аксессуаров к ней. Так что все ссылки я оставила в описании. Собирайте свою коллекцию скрепышей, радуйтесь такими же прекрасными эмоциями, которые сейчас испытываю лично я. Конечно, сейчас многие могут мне написать в комментариях или подумать про себя о том, что, Даша, блин, ты купила новую плойку ради какой-то вот этой гравировочки? Тебе что, денег девать некуда? Ну, не знаю, у всех, конечно, свои приоритеты, но я так и думаю, блин, если мне это приносит радость, если я буду ощущать эмоции, почему бы нет? Реально, почему бы нет, чтобы потом сидеть и жалеть, что, блин, я не купила там, вот, тоси-буси на подносе. Не хочу этого, хочу кайфовать. Сегодня я пишу Юлю, говорю, приглашаю тебя играть в тюрьму, сейчас выбираю персонажа. Юля, ты посмотрите, мне придется тебя снимать. Ну, шутю его. Ножи! На ножах! Кто? На начальника? На начальника? Приветствую вас, дамы и господа. Мы рады вас видеть на первом торжественном открытии нового холодильника. Для начала хочу предоставить слово нашим почетным обладателям нового холодильника. Приглашаю, Александр. Спасибо, дорогие гости. Такая большая честь предоставлена нашей квартире, нашей кухне. Стать первообладателем нового холодильника. Индезит. Спасибо. Дарья. Спасибо большое, что вы... Не думаю, что... Хорошо. Спасибо большое, что вы все собрались на сегодняшнем мероприятии. Как-то так получилось, что это третья квартира, в которой мы живем. И это третий холодильник. И все остальные, я помню, вы жили, были. Но тот не выше, сдохли все. Также я бы хотела помнить тех, кто с нами не дожил. А именно, мои пять порций приема варенья, которое немножко подзабродило. Спасибо. Спасибо, дорогие мои, сообладатели холодильника. Сейчас приглашаю вас всех на торжественное перерезание варенья. Ленточку режем. Все вместе. Ура! Усток чербилюк. Нет. Спасибо. Самый главный этап в нашей жизни. Самое главное начало истоки. Сашуля, Александр, который токарев, приглашаю вас на официальный запуск двигателя. Итак, объявляю холодильник включенным. И дальше, как по традиции, кошку первую пускает дом, а мы, в свою очередь, впускаем в наш холодильник, в первую очередь, майонез. Продолжение нашего мероприятия. Мы собираемся торжественно заполнить дом наш морозильник. Ух, так холодильник. Мы не передаваем ощущения. Звитель, главный, принесосность. Магнитик. Попрошу каждого подойти и повесить по одному, ну или сколько вы захотите, магнитиков. Вот и подошло к концу наше мероприятие. На прощание мы все хотим дружно сказать... Ни в службу, ни в дружбу, ни в радостью. Все. Моменты жизни. Ну это, не знаю. Иди сюда, чем сидишь под королем. Он ждал, ты посмотри, а! Сашуля! Теперь вы в команде, Сафи? В моей команде! Сдравляю! А если не хочешь, ты в команде. Так загадай это звание. Сашуля! Саша, соберись. Саша, соберись. Хапитизую! Сверк! Дорогой нас Алексюша! Поздравляем тебя с хэппи пиздою тую! Время превентимплов! Ну мы знаем, что сегодня же традиция мою, да? Ну немножко я опоздала, не успела, задержалась, поэтому сегодня будет такая часть прелюдия. А седьмого числа, когда мама приедет, вот это самый подарок. Я так иду. Я тебе презентую. Ты что, календарь? У меня, кстати, в этом году, именно вот в этом году открылась любовь к Мадонне. Все, что сделано своими руками, ценится наиболее, наибольшей всего. А если еще, а еще мы знаем, что приятно очень получать цветы. И те цветы, которые можно вырастить самим... Это что, мне приятно? И валзам! Я решила нарисовать тебе сапу. Это сапу. Это хэндмейд. Я тебе нарисовала. Купила краски для тебя, купила бутыль для тебя. Спасибо, Нечка, приятно. Цветы! А ты не оплачу. Я тебя старалась. Сейчас буду я. По сложившейся традиции, это одна часть подарка. Потому что вторая часть еще не доехала. Ну где я его буду? Что, серьезно? Упаковала? Да. Да. Открывай. Слушай, я примерно понимаю, что это, но не знаю, кого это. Это не термоматико. Это термоматико. Нашуля, большое спасибо. Открывай. Открывай. О, такой красивый. Я даже не знала, что такой будет. Прям мощно. Мощно. Посмотри, посмотри, вот она, вот она. Вот она, да, да, кака-ка-ка, это кака-ка. Наверное, песня ее. Наверное. Это картинка. Слушай, подожди. У меня прям вообще звездные. Турне. Ты прям фанатка слышал. Ну да, вообще. А вот и песня. Может, там еще что будет? Не знаю. Давай посмотрим. Залезем. Что это такое? Газета. Пахнет реально газетой, да? Это и есть газета. Пока что, поэтому очень интересно. Кэндэс. Кэндэс. Музик Хел. Не, а сделайся на лицо вот так. Делся. Ну прикольно. Такой разворот прям крутой. Ставлю лайк. Я тоже ставлю. Подача кошерная. Круто. Я надеюсь, что тебе понравится. Не, мне вообще понравилось, Шули. Спасибо большое. Отмечаем Сашуськина ДРЖКУ. Пришли с вот таким вот видом посидеть. Смотрите, кто с нами. Вы помните, кто это был у нас? Вы же участница Татра Фрэнхауса. Экс. Ну как у тебя дела? У тебя хорошо. Отвыкла, наверное, да? Когда вот так вот камеру. Да, я вообще от камеры отвыкла. Что нового? Что нового? Ничего нового. Ну даже песня моя любимая звучит. Моя любимая песня? Иль, ну как она чувствует, да? Моменты в жизни. Сейчас 12 часов ночи. Мы пошли. Я за компанию. Я как соучастница. Я присяду. Ребята хотят немножко приписать цветочки. Такая послушная гражданина у тебя. А потом такие. Это камеры что-то не снимает. Это место преступления. Какой план? План цифра. Здесь все погрешно. План цифра. План цифра. План цифра. Сегодня мы играем в рог, скресс, панели. Мы решим, что делать сначала. Говорить или читать? М-м-м. Я prefer говорить. М-м. Что моя Ангелина, которая не думает о это? Реет. Слушать, вообще. Слушать? Слушать? М-м-м. Ты уверен? М-м-м. М-м. М-м-м. 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 М-м-м-м. М-м-м. М-м. Пейпер. А ты разрезала? Ну все, тогда выиграла. М-м-м. М-м. У тебя есть Леди Глага. Ага. У тебя есть Мадонна. Ага. Мы решили, ну, дополнить, закруглить, закончить твою тройку. Топ. Квин. М-м. М-м. Лэрис. Но вы же знаете, что сегодня будет. Да. Да. Там есть. М-м. Сейчас посмотрим. Погоди, стой. Это еще не все. Положи, Сашуля. Погоди, рада. У меня тоже осталась вторая часть. Открывай. Что это такое? Чтобы понимать, у тебя комбо набор Сашуль. Капрелис. Вот, продолжение пати. Включает виниловый проигрыватель. Немножко расскажем, откуда вообще этот мем пошел. Недавно выступала на Суперболе Риханочка. Он каждый день слушает вот эту запись, поет. Мы теперь тоже слушаем всякие хиты, шлягеры. Вот теперь. Особенно есть мемы про Пура-пура. Он постоянно поет эту песню. Видимо, любимая твоя песня. Чувствуете этот вайп? Слушаем R&B на винилового проигрывателя. Жень, брэнь, брэнь. Жень, брэнь. Бэнь. Недавно калеки поздравили. Пура-пура. Что-то по-ля. Пура-пура. Там она не везде про Пур-рап. А мы все везде. Она чередует Пур-рап. Пур-рап и Фроуд-ап. Моменты жизни. Мы завтра едем на вики-шн. Сейчас Саша собирает плейлист, что мы будем слушать эти дни. Я освободила багаж И нянь же пела? Да Приехали мы только что в Калининград Забрали чемодан И, конечно же, без происшествий не обходится ни одно наше совместное мероприятие Смотрим Протекла у меня фомка моя Что твоя? Ну, фом, пенка Почистительная фомка моя для лица Я думала, что она лопнула Вроде все хорошо Но просто она так сильно протекла То есть вот тут вот Вот тут вот Тут вот мокренькая А еще на заселение с 15 часов дня Время сейчас 9 час Поэтому нам нужно поделать что-то за 6 часов Не понятно пока что Но у нас есть план Просто Сашка что-то так быстро ходит Слишком как-то торопится Ну что же, друзья, товарищи Второй год подряд мы прилетели в Калининград На этот раз мы остановимся не в самом Калининграде А в Калининградской области В отдельном доме В Селеноградске будем жить И все эти дни наши У моря У моря самое главное Мы приехали сюда кайфовать И слушать звуки приливов Отливов Наливов Немножко есть Вот как в прошлом году Вот этот терпкий Тонкий аромат чего-то Цветения в воздухе Так вопрос пока обсуждать, да? Обсуждаем вопрос Такой, такой Как электричество получается? А какой есть вариант? Без понятия Хороший вариант Я ребятам сказала, чтобы мое здание крикнули, когда будем приезжать Мое Личная постройка Да-да-да, моя любимая Все хорошо стоит Я переживала, что его разберу, пока я доеду Вот там обзорная экскурсия по Калининграду за 150 рублей Приехали мы в Калининградск Сейчас Надеем немножко где-то перекусим Заселимся Какие интересные пешеходы тут Ой, пошло У нас в Питере такого нет Мы пока не дошли до нашего места житья-бытия Перекусить зашли Какое-то место Бестро 22 Ребята ходили Я осторожила наш багаж Но говорят, очень приятная Венчина говорит Сама пекла Только что Все Все Закончилась нормальная дорожка Сашка видео Просто вот тащит Кстати, потом так и высыплю Пока мы пытаемся дойти Посмотрите, какая красота Воздух Ветерок приятный Шелест листьев Новое испытание Хоть однопутный Красота Быстренько, пока Ничего не захланили Это на втором этаже Был с палочкой Вот такой вот Тут вот Посидеть Еще одна седулька Такая левиза Еще одно место Телевизор Можно покушкать тут И Санузел Один из приколов, что тут есть бассейн Как тебе дом? Прекрасный дом Вообще Представляем Открытие бассейна Купательного и пляжного сезона 2023 О, нормально Понимаешь, что такая теплая вода? Дай потратить Я трону ее Что, теплая? Ого Нырни внутрь, нырни что-то там Ну, тепло Она теплая Ой, так хорошо Тепло Не на стоках? Ну, как тебе? Прекрасно Хорошо? О, какой перелив-то, боже мой Аж два ол Помните, было три русалки Мы тоже будем, как три русалки Я думала, там игрушка Это, оказывается, термометр Ух Что, за меня? Мы меняемся местами, понимаешь? Вот так, на ножке вот сюда мы Потом сюда Потом поворот Потом опять меняемся Готова? Раз, два Поворот Слушай, а как вы думаете Вы выглядите вот типа на руках отсюда? Я, да И теперь меняемся Попробуй, давай Сейчас я затанцую У меня тут хореография Подожди Поворот Поворот, дышуй Что происходит? Саша взяла ее на понт О, как успешно Что-то прям дефилируешь Давай Магазин Сашка захотела бы кататься Погнали, Сашка Давай, давай, молодец Может, так научат удержать Равновесие На велико пойти А завтра мы пойди на великах Ма, Сашуля, молодец Учитывая, как было первый раз Это просто филигранно Как раз площадочка Покатайся О, еще и поехала У меня там, наверное, не менее Конечно Она-то умеет кататься на велосипеде Отличить тебя Зачем это оглашаешь? Это тайна Это коммерческая тайна Какая прелесть с ребятами немножко засели отдохнуть пощелкать канал может это смарт-тв казалось нет но тут есть ли это счастье я не знаю я обожаю воду вот песню прям как под стать мы сегодня как раз смотрим вернулись где нас будет как всегда я отвечаю за раздув хорошо ты посмотри как я раздула мы пошли в пол первого ночи сашка выгуливать моржика нашего ваш испарение идут и не знатся что он горячий или из-за воды вот это предвечеринка с бассейна сегодня у нас с вами второй день нашего путешествия на этот раз мы арендуем с юлей велосипеды он юля взял такой голубенький я взяла зелененький сашка как вы помните вчера научился на самокате кататься поэтому сегодня у нас с вами такой спортивный на самом деле очень давно не каталась на спиде переживаю что вообще помню ли все спидраер смотри сегодня как уверенный все встал поехал как родименький еще какие ощущения всего лишь велики всего лишь велосипеды два кольца два педаля а столько эмоций столько вообще всего мы доехали до конца велодорожки она длится 10 километров это самое спортивное что мы делали за все годы пока вместе живем ай бадминтон она от города приморья зеленоградской оси жены предыщите вот пенчик за к нам шарик просто почувствуйте как мы сидим силе в детской площадке скрываемся дождя может у сашки вышла какая-то ошибка на самокате и он сейчас лишь через эту перекладину пыталась пройти это что-то кошка грация сегодня горжусь я раскаялась что можно слушать будет сейчас за 5 м No Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu юлевисоцкая отдыхает живу белая у все сейчас и чехпыха готова мы делали наши плачкины очень не пяти книгами, а ты про чему видишь? Просто посмотрели, рассказали с Юлией Высоцкой. Они должны быть вот такими черными, да? Да, чем чернее, тем лучше. Посмотри, ты видишь? Вот. Моменты в жизни. Почувствуйте этот вайп. Сашин, давай, решаемся. Очередной день нашего уикенда. Сегодня с утреца была погодка-непогодка, сидели, смотрели Дорамы. Но мы не можем потратить наши священные и счастливые часы на непонятно что. Мы можем это потратить? Мы полдня с этой Дорамы. Наши священные часы. Приехали на... Где мы вообще едем? На Янтарный пляж, сейчас стоим на озере. Птичек смотрим. Че, как ощущения? Ой, ребятушки, сегодня так у нас вот так вот шикарно. Колова, да и... Такая... Какой-то ресторанчику порекомендовали. Кафешка-амбар называется. Отзыв много. 5.0 рейтинг. Попробуем у них что-то кушанье. Славно, как чудно, как потрясающе. Сейчас поужинали, пошли сделать пикчер для Юли. И нам обещали прям ливень. Там прям ужасно-ужасно. Ну вышло солнце. Мистер Шаркани, 20-23. Моменты жизни. Соу, соу, соу. Сегодня у нас предпоследний день нашего трипа. И мы не придумали ничего лучше, как взять мы с Сашкой самокат и Юлей велосипед и пахать в соседний город на бухту. Повод и ходят велодорожки. Сейчас мы идем с Сашкой за самокатами. Ехать нам в одну сторону 30 километров. И, соответственно, обратно. 60 километров. Пу-пу-пу. Все, встретили Юлю, сейчас по коням и поехали. 10 километров в час, 20,5 часа. Саша, только то, что стоит ограничение. Как же обалденно. В каком-то якобы лесу пахнет потрясающе. Маки, маки, красные маки тут есть. Есть все. Вон они как только рожки, а красота какая. Сегодня такая интересная погода из-за того, что тепло. Такая вот дымка. Но, Саша, думаю, что это конденсат от воды. Как тебе? Там так, прикольно. Я вам сейчас покажу. Там как будто, знаете, очень... Так я тоже хочу посмотреть. Это неоткуда просто. А ты тоже? Это прям что-то новое. Офигеть. Как будто нет воды и сразу идет. Небо. Давно тебе 17? Уже да. Верни, 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 верни. Что? Верни с ним. Давай еще раз. Давно тебе 17? Уже да. Ну что, дорогие мои друзья, мы приехали в Светлогорск. Осталось проехать еще до бухты. Самое главное преодолено. Давайте гиб-гиб. Вот мы доехали до того места, куда все планировали ехать. Все вот эти вот туристы, которые стоят на холодной, не догадываются, как, мне кажется, мы конкретно доехали. Ну да, и стоял в сипедах. Но сколько времени на это нам сошло? Столько будет между нами. Я вот думала, что не может сладко да гладко пройти наш такой чудесный трип. И мы взяли с Сашкой на обратный путь по новому самокату с полной зарядкой. Я взяла какого-то нового образца. Думаю, ну и ладно, фиг с ним. Проблема в том, что они работают на определенную территорию. Если ты выезжаешь за территорию, у старого образца есть 10 километров в час, что мы сделали. А он у него 5 километров в час. И потом останавливается. И вот резко, потом, когда мы подъезжаем к границе Сен-Лагорску, он такой, а все? Я еще не спрашиваю. Тебе ничего не сказали? Нет! А причем, в общем, мы так резко остановились. И, в общем, я заплатила просто в пустоту 500 рублей. Она такая, вы накатались? Я такая, да, я накаталась. Это морал на все вылечу. К вашему вниманию презентация нашего загара. Сашка всех поразила. Сашка 10 из 10. Ну Саша загорает лучше на него. Сейчас солнышко такое, вау. Все, я поехал. Как ребята сказали, это заслуженная награда нашего сегодняшнего трипа. И сегодня мы видели это же самое место, но в других красках. В тумане оно было. Это молодость. Типа, кто здравоумеет, поедет. Ну, у нас, мы думали, 60 будет километров, в итоге 65. Вот с непредвиденной вот этой ситуацией. 10 километров в час сообщенно. Юля, особо она у нас очень не спортсменка. Так фигачит, я в шоке. Я в шоке. Что тобой движет? Расскажи, откуда столько заряда энергии? Откуда столько мотивации? Это молодость. Это молодость. Да. Вау. А еще я там не договорила, почему мне пришлось поменять еще дополнительный самокат. Прикол в том, что Сашка хотел взять этот самокат, потому что, типа, нам относительно не так далеко ехать. И такие, типа, ну, нам хватит на 80%. Я такая, окей. И он сказал, что он взял. А я только смотрю, что еще есть доступен 80% самокат. Оказалось, что он первоначально хотел взять его, но не успел. И взяла я. В любом случае, нам бы пришлось возвращаться и брать новый самокат кому-то. Может быть, первоначально надо было Сашке, но в итоге мне пришлось его брать. Это судьба. Это судьба, видимо, так и должно было просто произойти. Буквально минута. Говорит, блин, на пленку не сфоткали. И опять туман. Шесть. Ну это прям... Ничего не видно, обалдеть. Женщина там вообще где-то... Там была в зеленом, ее там еле-еле видно. Мы проехали. У меня рука теперь вот в таком положении. Если я останавливаюсь, то у меня правая нога начинает дреморнуть. Сашка такая, ну нам в семь приехать, потом в восемь. Потом ура, нам в десять мы поставили его. В итоге мы приехали в десять, но не домой. Да, нам еще нужно минут пятнадцать, наверное, дойти. Двадцать даже. Ну, двадцать. Вы думали, что на этом наш сегодняшний трип закончился? Нет. Я нашла свои очки. Но я их и не теряла, начнем с этого. Просто они у меня целый день выпадают. Мы сейчас идем, это как очки лежат. Я такая думала, кармашка положила в свою ручонку. Думала, так это ж мои очки лежат. Вот, они... Очко выпало, но не треснуло. Я его просто обратно всталю и все. И вверх. Все, мы выселились. Сегодня отправляемся вечером домой в Петербург. Покажу еще раз наш чудесный зыгар. Юля вайпу словила тут. Baby, 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 always. Baby, 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 no like. Понимали наш вайп? Мы сидим, смотрим на море. И так же смотрим клипы. Я хотела сказать, Бетеста не этот стройкиц. Или говоришь, все, она подсела. Но нам отсвечивает. Поэтому мы вот так вот закрылись, чтобы там было видно. Я не зря посмотрел, Эдуарамы. Нас задержали немножко самолетик. Мы теперь тупо ждем. Посадку объявили. Самолета нет. Ну, как-то так вот. Привет, мать и дочь. Что там у тебя происходит? Вон огурцы, цветочки. Пошли, пошли. Саша, я прям до речи потерял. Слушай, ну ты вообще. Смотри, как выросли. Вау. Огруном. Юля пришла ко мне посмотреть, бить есть. Но не тут там было, потому что... О, боже, от меня далеки. Юля! Слышавшие туман звезды маяки. И не найдутся вери к реки. Корабли, 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 кораблики. Не нравится, что ли? А мы будем слушать сегодня быстрые китсы? Би-би. Ты мне сейчас будешь напоминать Сашу, который каждый день смотрел выступление Рихана. Я уж не прям уж так. Что, тебе не нравится, что ли? Мне нравится вот это. Вот это. Я чувствую себя бабулька, а это моя внучка. Байкак! Момент в жизни. Наташка встретила, и наконец-то. И сейчас столько месяцев прозлоки, мы встретились, и наконец-то. Ну давай, быстренько рассказывай. Мой мерч. Смотрите. Смотрим. Опа, волна. Что еще должна показать? А, мои украшения еще. Но ты его видел? Нет, нет, не видела. Ну я видел его. В жизни? Да. Кольца, кольца. Скорого здесь будет еще кольцо. К тому моменту, когда Даша... Меня напугала, думала, что пропустила. К тому моменту, пока Даша смонтирует моменты жизни за ее, я уже замуж выйду. Прикинь, ставочка со свадьбы. Заказывайте мне заказы. Что рисуешь? Быстренько, давай. Я рисую все, что хотите. Я счастливую жизнь рисую. Я рисую любовь, мир, мир во всем мире рисую. Что мы делаем? А просто красиво улыбасит. Момент из жизни. Друзья, товарищи, как всегда, как обычно. Что тогда происходит? Я пришла к Нате. Она говорит, кто-то из твояшкиных придет ко мне там купить какую-то штучку. Она говорит, с дредами девушка будет. Я говорю, с дредами, у меня могут тут с дредами. А что, не делай? Все правильно. Все правильно? Все правильно. Это Катя, моя ученица. Уже столько лет вместе мы с ней ученичествуемся. И видишь, как ты с ней? Как я тебе в роли педагога? Преподавательница? Лучший педагог. Лучший педагог. Намусикала ее. Моя ученица? Лучший педагог. Ну и все. Кайф. Лучшие люди в одном кадре. Замечательно. Сашка сегодня купила вот такую пальму. И мы поехали кататься на самокатах. В итоге он резко затормозил. Все порвалось. И вот, пожалуйста, что делать будем? Все как раз взлетел просто. Это здание, кстати, мне нравится. Я такое думал. Я поэтому потормозил тут. Этот пакет порвался. И такой красивой пальмой. Еще пальма так чмяк. Я пережила. Сегодня все. А что ты хочешь делать? Хочу завязать. У меня никакого пакетика нет? Нет, откуда у меня сейчас пакет? Я не знаю, как мы повезем. Сейчас я стою, жду Александра. Я охраняю его пальму. Забавно получается. Вот это трипачок. Хотели просто с ним покататься. А получилось, что получилось. Как всегда. Ну, какой купил-то шоппер. Там, короче, стоит. Ага. Типа цена. С лобчатыми ручками. Ага. Типа 39 рублей. В итоге я вам сказал, 250 рублей. 200? 250 рублей. Чего еще купил? Молодечко. Ну, просто я думаю, что будет странно, если с вашей шоппером придут. Такой магнит. Да, что для пальмы. Магнитовский. Зато сейчас не порвется, Саш. По факту. Пока мы с Сашкой катались, ему пришла идеальная, великолепная идея. Доехать сейчас ночью до центра, ну, или в центральную часть поехать Питера. А я согласилась. Ну, еще Юля пока с собой. Я тоже согласилась. Юля тоже согласилась. Но при условии, чтобы взять велосипед. Ну-ка. Ну, нет, вроде не надо. Ну, потом посмотрим. Он такой мощный. Выглядит добротно. Как, у тебя ощущения? Если что, ори просто. Уходите с дороги! А, у тормоз двух сторон нормально. Да, да, да. Ура. Все, поехали. Надеюсь, не расшибемся. Все, поехали. Поконям! Посмотрите, сколько тут самокатов. С одной стороны, а со второй стороны... Опа-па-па-па. Вот ради чего. О, какой-то кукул. Вот вам и Питер. Постоять на фото, поснимать огрызок салюта. Да! Надо жить с кайфом. Потому что, смотрим, там зонтик человек постелил, отдыхает, загорает. Ну, а че, а че, правильно? Кайфовать. Лето, оно такое. Жить на дна, кайфуйте. У нас с Ашелькой какая-то начинается привычка новая кататься на самокатах. И на этот раз мы приехали на самую первую квартиру, где мы жили. Я лично не была тут около трех лет. С того момента, как мы переехали на вторую. И, знаете, такая ностальгия. Озон открыли, тротуар... Поменялось многое. Но вот это стоит, как стояло. У меня сразу такие флешбеки, что мы идем в какую-то квартиру старую, задрыпанную. Почему мы ее вообще сняли? Если вы смотрели первые моменты жизни, вы можете ее вспомнить, как она выглядела. Ущердно, соглашусь. Брачиками были, брачиками. Потому что нас было четверо, и не особо все хотели сдавать, когда у вас трое девчонок и один парень. Я не знаю, что их смущало. Давайте будем честны. Не самая лучшая была квартира. Жили, не тужили. И тужили. И тужили. Мы жили, и тужили. Ностальгия, правда, прям. Мы когда сейчас въезжали в этот район, сразу вот это все повеяло. Сразу флешбеки, так. Так, у меня флешбек. Сори, я во флешбеке. Сори. Дома и более где чем половина растений и видов животных знали предыдущему человеку, большинство которых ядовитые. Ну, смертельные. Смертельно опасные. Absolutely. Absolutely right. They, Harriet, слова не знаю, только пока. Harriet не знаю. Harriet, ладно, прощай. Потому что следующее... Можете нас поздравить, у нас с Сашкой произошло первое ДТП. Он на меня упал, резко затормозил и в мою сторону покатился. Кусок кроссовка оторвало. У меня коленки немножко разодраны и мгновенно синяк. Все, ДТП, оформляем. Потому что надо следить, реально опасно. Опасно, опасно, вы что, не понимаете? Ёб вашу мать, нельзя так, блядь, правда, опасно. Все, я еще виновата оказалась. По соблюдению этой дистанции не показалось. Это ты не соблюдаешься. Я еще виновата, ты на меня упал. Даже ты ехала сзади, ты должна была соблюдать дистанцию. Нифига себе. Ты не соблюдала дистанцию, у меня за тормозер, я собляюсь, чтобы машина... Все, оформляем ДТП. Ты мне нужна кроссовки. Ага. Сабинина мама. Он пускал нет кроссовки. Припарковали коней. Одиннадцать часов вечера. Немного чекового. Вот так вот. Там было так много народу, мы проехали буквально по несколько метров, и никого нет. Вот так вот. Моменты жизни. Привет, друзья. Я заканчиваю учиться наконец-таки. Ура! Чтобы вы понимали, у нас четыре человека. Это Даша, это Артем, это Викуська. Пришли скидывать презентацию, потому что сегодня пятница, в понедельник мы уже защищаемся. И вот Даша лично делала работу свою, ВКР-ную, по фильму, который сама же и сняла. Сейчас она запустит. Я сняла, написала с звукорежиссером. Ну, извини меня, а на кого ты учишься? На минуточку. Если ты обожаешь влоговый формат, то у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц, поэтому чекай и смотри. По традиции, не забывай писать в комментариях, что у тебя произошло за это время. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. 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 Пока.